Здравствуйте! Подмосковный посёлок Томилино – одно из немногих мест на Земле, где в специальной вакуумной камере можно почувствовать состояние невесомости. Здесь на предприятии «Звезда» создают и испытывают скафандры для космонавтов. И не только уникальные орланы для работы в открытом космосе. Включено. Есть режим. Понял. Плюс на выпуск. Режим. Идёт испытание системы дозаправки топлива для самолётов. 20-метровый шланг с мишенью стремится к топливному приёмнику. Есть контакт. Всем стоп! Небесную заправку придумали и испытали в научно-производственном предприятии «Звезда». За 60 лет здесь разработали огромное количество космических и авиационных шедевров. Первый полёт Гагаина. Там же и система приземления «Звезда» делала. Всё им говорят о скафандре. На самом деле катапультное кресло – это, по сути, его рабочее место – сделала «Звезда». Для Леонова не только скафандр был сделан, но и шлюзовая камера. Здесь разрабатывают и испытывают средства спасения для лётчиков. Катапультные кресла и парашютные системы. В своё время в НПП «Звезда» изобрели полётный скафандр «Сокол» и скафандр для выхода в открытый космос «Орлан». Так, ну чё, залезаем? Всё, лежит, всё пишет. Так. Ну чё, можно дверь закрыть. Инженеры «Звезды» первыми придумали мягкие скафандры с жёсткой керасой для защиты космонавтов от радиации. Поехали. Посильнее ты можешь надавить? Ага. Отлив коллажемента. Точность миллиметровая. Действовать надо быстро, пока не застынет гипс. Будто врачи, инженеры изучают антропометрические данные космонавта и создают спасательную капсулу. Без неё вернуться на Землю невредимым невозможно. Мы не стоим на месте. Значит, в настоящее время мы разработали, и у нас успешно проходит испытание, агрегат заправки примитивно к корабельной машине МИГ-29К. Он уже совершил больше 30 полётов, то есть, по сути, завершены его лётные испытания. В перспеки его мы смотрим, поскольку появляются вот свернолётоносцы, а там тоже появится задача подозаправки. Эргономика, защита космонавтов и лётчиков – здесь классика жанра. Вся технология играет на главное – спасти и сохранить тех, для кого риск – дело жизни. Предприятие «Геофизика Космос» появилось в России, когда о космосе даже не мечтали. 175 лет назад немецкий купец Фёдор Швабе открыл в Москве фирму оптических изделий. Она торговала очками, лорнетами и оптическими приборами собственного изготовления. Из небольшой лавки на Кузнецком мосту вырос целый научный центр, который сегодня выпускает оптико-электронные приборы для пилотируемых кораблей, спутников связи, теле- и радиовещания. Германия вынашивает планы по колонизации Луны, но только вместе с Россией. Космические аппараты «Луна-Глоб» и «Луна-Ресурс» должны подготовить почву для будущих лунных баз в буквальном смысле слова. Старт новой лунной миссии уже через три года. Сегодня ажиотаж вокруг Луны возобновился. Интерес подогрели новые открытия. Не так давно российский прибор «Лэнд», установленный на американском космическом спутнике, показал – на Луне есть вода. «Лэнд» измерял поток нейтронов лунной поверхности. Поток нейтронов зависит от того, сколько там водорода. Вот буквально несколько процентов воды в грунте уже существенно меняют тот поток нейтронов, который выходит с поверхности. Это, конечно, не море льда, однако ученые уверяют – все равно удача. Наибольший запас воды в южном полушарии. Лунные полюса – это так, как мы говорим в кавычках «новая луна». Вот это не те лунные районы, которые посещали в прошлом автоматические станции, пилотируемые аппараты в прошлом веке. Сейчас многие космические агентства вынашивают планы колонизации Луны. Это особенно было видно на недавней аэрокосмической выставке в Германии. Глобальное потепление – явный сигнал. Для человечества необходима запасная планета. В центре зала огромная ледяная глыба, которая тает буквально на глазах посетителей. Своеобразный символ глобального потепления. Ну и, конечно, роботы для освоения других планет. В принципе, окинув одним взглядом всю экспозицию, можно сделать вывод, что для Европы Марс и Луна – приоритетные проекты. «Лунер Лендер» – проект Европейского космического агентства. Старт в 2018 году. Пока полет без человека. Место посадки – там, где вода, южная полушария. Аппарат имеет специальное приспособление для того, чтобы брать пробы лунного грунта. Там есть камера. Она будет наблюдать и отправлять информацию на Землю. Главная миссия аппарата – отработка посадки и разведка. Необходимо точно знать содержание воды в лунном грунте. От этого будет зависеть место для строительства лунной базы. В будущем люди будут путешествовать в космос так же легко и просто, как сейчас летают на самолетах. Мы сможем в любое время, когда захотим посетить лунную базу. Запуск российского аппарата «Лунаглоб» планируется уже через три года. Следом полетит «Луна-ресурс». Первый аппарат «Лунаглоб» полетит в 2015 году. Он больше как демонстратор. Он должен продемонстрировать то, что мы умеем садиться на Луну, продемонстрировать технологии мягкой посадки. И уже в 2017 году на базе его будет сделан уже полноразмерный большой аппарат, который полетит туда, ну, с большим комплексом научной аппаратуры. Сегодня речь идет уже о постоянном присутствии человека на Луне. Первыми обитателями пока будут автоматы, а дальше – переселение человека. Скорее всего, лунная стройка будет международной. В немецком аэрокосмическом центре уже проявили интерес к российской лунной программе. Как мы знаем, Роскосмос готовится начать проект по масштабному изучению лунной поверхности. В Европе и Германии, в частности, очень интересно участие в этом перспективном проекте. Нет сомнений, будущее человека – Луна. При глобальной катастрофе для нас она может стать вторым домом. На Луне можно размещать телескопы и непрерывно вести наблюдения. На Земле этому мешает атмосфера. А главное – на Луне неисчерпаемые ресурсы энергии. Известный фантаст Жюль Верн полагал, что людей на Луну будут доставлять выстрелом из пушки. Еще более необычную идею предложили ученые Российского института астрономии. На Циолковских чтениях в Калуге они презентовали проект лунного лифта. Путь до Луны, по мнению авторов изобретения, займет всего три часа. А до орбиты Земли такой лифт поднимется за несколько минут. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи.